Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Осень больших планов. В Кабмине рассказали, как изменятся пенсии, образование и здравоохранение. Поддержит ли новации Рада? Великое воссоединение. Германия готовится принять сотни тысяч новых беженцев. Как это скажется на рейтинге Меркель? Призвали и осудили. Совбез ООН одобрил заявление по Северной Корее. Что дальше? С глаз долой. Внимание к нелегальной добыче янтаря все меньше, масштабы воровства все больше. Кому это выгодно? Партийный тренд. Сразу два радикала попались сегодня на взятках. В Киевской области задержали главу земельной комиссии Фастовского гурсовета. Он также возглавляет местную ячейку радикальной партии Олега Лешко. По данным ГПУ, чиновник требовал 70 тысяч долларов у одной из религиозных организаций за аренду кладбища. А в Ривне задержан местный депутат от радикальной партии Владимир Кудрин. Он требовал 5 тысяч долларов. Эти деньги, по данным СБУ, должны были стать гарантией того, что он не будет мешать застройщику работать. В частности, писать депутатские запросы и инициировать всяческие проверки. Кудрин задержали в офисе. Пачку купюр нашли под диваном. Обнаружили также обработанный янтарь, примерно полкило, и наркотики. Армия скажена, ненажерливая армия помощников депутатов фракции Олега Лешка орудует в таких областях, как Ривненская область, на Загидной Украине, в Центральной Украине, на Півдне, сквозь. Принципы и методы работы традиционные. Вимагание денег, залякувание депутатскими звернениями и запитами. Это фактически бандитизм. Я негайно возвращаюсь к НАБУ, к Генеральному прокурору персонально, к президенту. Он гарант Конституции, он должен гарантировать, что никакие радикалы Лешка не будут заважать депутатскому и среднему предприємству и предприємцям по всей країні, то, что зараз відбувається. На це треба реагувати, це вже проблема національного рівня. У радикалов в последнее время не складываются отношения с законом. В СИЗО два месяца провел Игорь Масейчук. Его подозревали в преступлениях сразу по пяти статьям. Взяточничество, хулиганство, вмешательство в деятельность судебных органов и угрозы судье. Затем в возможном коррупционном скандале засветился Андрей Лазовой. Его подозревали в неуплате налогов на сумму почти 2 млн грн. От прокуратуры его спасла Верховная Рада, которая не дала разрешения на арест нардепа и привлечение его к уголовной ответственности. И сам главный радикал Олег Лешко также попадал под прицел следователей. Его тоже подозревали в уклонении от уплаты налогов. После того, как журналисты выяснили, что у Лешко шикарный особняк в элитном районе под Киевом. Откуда деньги на такое роскошное жилье, он не пояснил. Генпрокуратура вручила подозрения троим руководителям главного управления столичной полиции. Их подозревают в возможной причастности к трагедии в Княжичах. В ГПУ готовят ходатайство о мере пресечения. Напомню, трагедия произошла 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи под Киевом. По официальной версии, столичные оперативники совместно с Кордом готовились задержать группу злоумышленников, которые обворобовали частные дома жителей столицы и Киевской области. Во время проведения операции в Княжичах в соседнем доме сработала сигнализация. На место приехала группа полиции охраны. Наряд принял оперативников за воров и пытался их задержать. За последних вступился спецназ. Началась перестрелка. В результате погибло 5 полицейских. Сразу после трагедии делу присвоили гриф «Секретно». Главная версия правоохранителей – несчастный случай. Но в Генпрокуратуре с этим не согласны. Там говорят, убийство было умышленным. Позже Юрий Луценко заявил, дом был ограблен дважды. Сперва злоумышленниками, а потом правоохранителями. Дескать, полиция охраны, когда выносила элитное спиртное из дома, увидела оперативников в засаде. После чего и началась перестрелка. Фигурантами дела в Княжичах являются более 20 правоохранителей. 8 человек уволили, 12 получили служебное взыскание. Глава МВД Арсен Аваков признал, трагедия в Княжичах – результат недоработки полиции. Но до сих пор окончательных выводов, почему же произошла перестрелка, и главное, кто ее начал, нет уже более 9 месяцев. Илья Кива угрожает расстрелом народным депутатам. Советник главы МВД заявил изданию «Страна Юэй», что стрелять будет лично и прямо на месте. Кому же стоит опасаться и почему разбирались наши корреспонденты? Илья Кива, советник министра Авакова, собирается расстрелять нардепов. Об этом он сегодня заявил в комментарии изданию «Страна ЮА». Линчевать неугодных готовится за то, что те высказали желание встретить на границе экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам Кивы, стрелять будет на месте за нарушение правил пересечения границы. И назвал поименно потенциальных жертв. Юлия Тимошенко, Сергей Лещенко, Семен Семенченко и Владимир Поросюк. А стрелять, вероятно, будет из именного оружия, которым его лично наградил глава МВД Аваков. Подобные заявления неудивительны. Буквально недавно народный депутат Сергей Каплин обнародовал медсправки, которые доказывают, у Ильи Кивы серьезное психическое заболевание. Эти слова подтвердила и бывший главврач Полтавского областного центра медико-социальной экспертизы. Татьяна Жабо утверждает, два года назад, по просьбе бойцов батальона, которым командовал Кива, медик обнародовала данные, согласно которым он страдает серьезными психическими расстройствами. Диагноз стал основанием для второй группы инвалидности. Тогда, вообще, как выполняющие обязательства главного эксперта Полтавской области, когда я увидела справу, то вообще, на данный ответ, что, соответственно, к его заболеваниям, он не может отрабатывать эти посадки, а также самое основное – это оружие. Тем не менее, Кива, спокойно заявляющий о намерениях расстрелять нардепов, продолжает занимать высокие должности в МВД. Напомню, недавно подобное заявление делал и нардеп Олег Лешко. Об этом радикал писал на своей странице в Фейсбуке. Но, в отличие от Кивы, лично марать руки не собирался. Вместо этого призвал пограничников без колебания стрелять по сочувствующим экс-президенту Грузии, которых он назвал, цитирую, «лохами и врагами Украины». Печерский райсуд столицы не признавал нардепа-фронтовика Максима Полякова потерпевшим в деле о подкупе сотрудников НАБУ. Об этом сегодня на официальной странице в Фейсбуке заявила пресс-служба суда. В сообщении подчеркивают, что подобное решение не принимали. Речь идет лишь о том, что один из судей рассмотрит заявление нардепа. Напомню, вчера Поляков в той же соцсети хвастался новым статусом, призывая при этом ГПУ вручить подозрение главе НАБУ Артему Сытнику. Судья ушел, но обещал вернуться. А Грушной админсуд Киева перенес заседание по делу экс-главы госфининспекции на неопределенный срок. А ведь сегодня утром должны были заслушать заявление нардепа Каплина о публичном рассмотрении дела Николая Гордиенко, раскрывшего несколько лет назад бюджетные схемы на тот момент премьера Арсения Яценюка. Все подробности расскажет Юлия Жешко. Судебная тяжба длится уже около двух месяцев. Бывший глава госфининспекции Николай Гордиенко заявляет, структура, которую он возглавлял, до сих пор существует, несмотря на то, что ее реорганизовали. Гордиенко совместно с нардепом Сергеем Каплиным провели собственное расследование и выяснили, что даже после ликвидации госфининспекции на официальном сайте новой аудиторской службы до сих пор есть должность заместителя главы фининспекции. А значит, утверждает Каплин, Гордиенко имеет полное право занять свое кресло. Вот же, пан Гордиенко сегодня имеет полное право вернуться в свое рабочее кресло, в свой рабочий кабинет и продолжать работать, защищая государственный бюджет от, в частности, мафии Яценюка. Вот причина, почему сегодня суд так и не собрался. Вот причина очередной отпуск одного из членов коллегии. Но мы будем добиваться криминальных проведений, мы будем добиваться поновленного расследования в этом суде. Напомним, несколько лет назад Николай Гордиенко разоблачил теневые схемы бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. О нарушении со стороны бывшего Кабмина выявили почти 7 миллиардов гривен, после чего его отстранили от должности и возбудили против него уголовное дело. Гордиенко выиграл в суды и добился восстановления в должности. После чего уголовное дело закрыли, а госфин инспекцию якобы реорганизовали. Впрочем, дело против чиновника возобновили в мае этого года. Юлия Жешко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Шевченковский райсуд столицы отпустил Нестора Шуфрича-младшего, который в субботу сбил пешехода на переходе на поруки отца народного депутата. Прокуратура накануне вручила молодому человеку подозрение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкие телесные повреждения. Обвинение наставило на круглосуточном домашнем аресте. Защита на более мягкой мере пресечения, личное обязательство, поруки или ночной домашний арест. Тем более, что, по словам адвокатов, в материалах дела нет медицинских справок о состоянии здоровья потерпевшего. На вопросы журналистов о том, не принадлежит ли авто, в котором находился Шуфрич в младшей семье экс-министра Николая Злачевского, Нестор Шуфрич ответил следующее. Я думаю, что, если это действительно подтвердится, что эта машина имеет отношение к членам его родины, то, я думаю, что история моего отношения с Николаем это вопрос регулирует. Я уверен, что сын максимально обеспечит все необходимые для следствия действия, и это будет под суворим моим контролем. Вы уже знаете, что он добровольно поехал на алкогольную и наркологическую экспертизу, добровольно отдал свой паспорт, тем самым демонстрируя, что он никуда не будет втекать. Реформы в Украине идут полным ходом. Об этом во время поездки во Львовскую область заявил президент Петр Порошенко. Там он открыл завод и новую школу. По словам главы государства, за последние несколько лет проведены 144 реформы, которые приближают страну к членству в ЕС. Все они прописаны в ратифицированном соглашении с Евросоюзом, которое вступает в силу с 1 сентября. Говорят, что самое важное проводить реформы в час войны. Мы продемонстрировали. У нас не есть, не было и не будет другого выбора. И поэтому я пишу, что мы с вами сделали за эти три года больше, чем за 20 предыдущих лет. Какие сейчас стоят у нас завдания? Четко расписаны в Угоде про Ассоциацию. Что и когда нам нужно делать? Прогресс в реформировании Украины отмечают и европейские политики. Но всякий раз лидеры ЕС и депутаты Европарламента не упускают возможности напомнить о том, что реформы и законодательные изменения принимались в рамках соглашения об Ассоциации Украины-ЕС и получении официальным Киевом безвизового режима со странами Евросоюза. Реформы нужно продолжать. Безусловно, это не конец. Думаю, что многое уже достигнуто, но преобразования должны продолжаться в сфере бизнеса, в юридической сфере. Необходимо также принять ряд антикоррупционных решений. Это то, чего все ждут. И я полагаю, следует подчеркнуть, что весь процесс важен, не только цель. Это путь, благодаря которому Украина становится ближе к ЕС. Самая большая, ну что ли, критика, которую иногда можно слышать со стороны Европейского Союза в адрес Украины, это местами непрозрачная система. И вторая большая проблема, вы знаете ее лучше меня, это коррупция, к сожалению. Но во всяком случае мы слышим политические заверения вашего руководства, что коррупция, борьба, вернее, с ней, это приоритет. Это бесспорно хорошо. Реформаторскую осень обещает украинцам и Кабмин. Пока нардепы отдыхали, министры подготовили десятки законопроектов по преобразованию пенсионной системы, а также образованию здравоохранения. Об этом сегодня в заседании правительства заявил премьер Владимир Гройсман. Все это законотворчество собираются передать в Раду, как только парламентарии вернутся на свои рабочие места. А 15 сентября еще и проект бюджета на следующий год. О грандиозных планах подробнее Ирина Романова. Правительство входит в осень, засучив рукава. Для отправки в парламент уже готовы полсотни законопроектов. Это пять реформ электронных услуг международных стандартов. Финочетности, медицинская, образовательная и пенсионная. Первые две касаются бизнеса. Вкратце презентует каждую Владимир Гройсман. Пенсионная затронет более 9 миллионов украинцев. Если Рада поддержит инициативы Кабмина, то уже с 1 октября пенсии вырастут. Уряд подготовил для этого все финансовые возможности. И мы рассчитываем на то, что эта реформа будет ухвалена уже в вересне месяце украинским парламентом. Остается незменным пенсийный год. И кто бы что сегодня не говорил, люди, которые работали в своем жизни, сумленно, они имеют абсолютное право выйти в 60 лет на пенсию. Также мы скасовываем этими законопроектами 15% оподаткувание пенсии для работающих пенсионеров. На четверть поднимут в следующем году и зарплаты педагогов в рапках реформы образования. Вырастут и выплаты медикам, анонсирует премьер реформу здравоохранения. Место финансирования и кое-комест деньги будут выделять под конкретную медуслугу. Все пять реформ, надеется, Гройсман Рада утвердит до конца года. Впрочем, как и проект госбюджета 2018. А сегодня в повестке новый порядок денежного обеспечения военнослужащих. Решение, это уверяет министр обороны, революционное. Ведь старый порядок не менялся десятки лет. Такие подходы, они просто непропустимы. То, что пропонуется сегодня и принимается решение, оно значительно подвысит и социальный захист военнослужащих, и социальную справедливость. Министра предложения полторака поддерживают и приходят к порядку на дорогах. Покрытие, жалуется глава госслужбы по безопасности на транспорте, массово уничтожают фуры. Только в этом году инспекторы обнаружили более 6 тысяч случаев превышения массы больших грузов. Штрафы выписали на 3,5 миллиона гривен. Но этого мало, надо ужесточать контроль. До конца вересня мы получим первую партию транспортных засобов. А это не будут просто транспортные засоби, это будут пересывные лаборатории. Это будет офис на колесах, который может ездить по всей территории Украины. Мы предлагаем резко поднять штрафы. В следующем году у нас фактически больше 100 мобильных станций габаритного контроля. И надеемся, что вместе с европейскими партнерами мы сможем построить еще 15 стационарных автоматизированных станций. Ужесточение контроля за весом фурчины Кабмина поддерживают и определяются со своим человеком в Раде. Теперь Кабинет министра в парламенте будет представлять на РДП от ППП Вадим Денисенко. Ирина Романова, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. Новые рекорды цен на автогаз. Цифры на АЗС продолжают расти. Сегодня стоимость топлива достигла новой планки. 17 гривен за литр. Люди выходят на акции протеста. Все подробности в материале. Рекордные скачки цен на автогаз заставили выйти на митинг около 100 человек. Они собрались возле СБУ. Активисты требовали от спецслужбы разобраться с трейдерами топливного рынка. Ведь вместо десятков поставщиков газа осталась едва ли не одна компания. На резкий скачок цен отреагировало и правительство. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, антимонопольному комитету и фискалам разобраться с рекордным повышением цен. И заверил, через две недели ситуация должна стабилизироваться. Хотя розничные торговцы уверяют, что цены откатятся назад после того, как упадет спрос на автогаз. Напомним, в прошлую пятницу цена на автогаз была 16 гривен за литр. За выходные топливо подорожало на 50 копеек. В понедельник и вторник средний ценник по Украине 16,5 гривен. А сегодня рекорд побит. 17 гривен за 1 литр газа. Тарифы мобильного оператора «Киевстар» вырастут в полтора раза. А может быть в два. Об этом сегодня сообщил целый ряд СМИ. Но в ответ на наш запрос в компании это опровергли и заявили, что закроют некоторые контрактные тарифы, которыми пользуются менее полупроцента абонентов. Их переведут на существующие программы. Обстрелов на Донбассе сегодня меньше. Одиночные провокации зафиксированы в районах Авдеевской промзоны и Марьинки. На Луганском направлении полная тишина, заявляют в штабе АТО. Потерь среди украинских бойцов нет. О школьном перемирии на передовой подробнее Геннадий Вивденко. В нескольких километрах от передовой 72-я механизированная бригада получает новый личный флаг. Его вручили командиру подразделения еще на День независимости. На счету бойцов 72-й бригады за три года на Востоке множество ожесточенных боев. Крайние 12 месяцев они на самом ответственном направлении. Авдеевка, промзона, шахта Бутовка, Каменка, укрепрайон Зенит. Бойцы получают награды. Комбриг ударит казацкую саблю. Мы получили подразделение черных запорожцев. Почему черных запорожцев? Потому что я считаю, что это подразделицы Украинской Народной Республики близки нам по духу, делами, которые они совершили 100 лет назад, в период своей борьбы за железность нашей страны. Ихи гасла «Украина» или «Смерть». Черными казаками теперь они называются официально. Бригада особенно отличилась в боях за Авдеевку и освободила стратегические позиции в районе Донецка и Осиноватой. Сейчас заставила пророссийских оккупантов почти прекратить атаки. Хотя иногда школьное перемирие все еще нарушается. Пророссийскими боевиками, марионетками Кремля. Что важно значить, что должна быть не просто фиксация порушений, а должна быть очень сильная ответственность тех сторон, вернее, стороны, которая порушивает. И именно поэтому Украина полягает на целодневном мониторинге миссии СММ ОБСЕ по всей линии заткнений. За сутки здесь зафиксировали несколько обстрелов из минометов и гранатометов. К счастью, потерь среди украинских бойцов нет. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности из Донецкой области. Совместный фронт против новой войны. Сегодня ночью Совбез ООН решал, что делать с ракетной программой Северной Кореи. Удалось ли договориться и что за секретный план якобы придумали в Вашингтоне. Дмитрий Анопченко знает детали. Дождливым нью-йоркским вечером дипломаты собирались на заседание Совбеза. Казалось бы, все уже решено, но с балкона пресса видно. Неки Хейли до последней секунды о чем-то говорит с представителем Китая. Уговаривает, просит, убеждает. Заседание открыли совместным заявлением от имени Совбеза. Совет безопасности решительно осуждает запуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией. Из выступления американского посла становится понятен расклад сил в этом зале. Мир объединился против Северной Кореи. В этом нет сомнений. Пора северокорейскому режиму понять всю опасность, которой он подвергает свою страну. США не позволят продолжаться беззаконию. И весь мир нас поддерживает. В речи Хейли, она выступала первой, многие обратили внимание на слова. Те, кто в этом зале едины, и Соединенные Штаты, и Китай, и Россия. Неформально дипломаты говорят, что таким образом американский представитель хотела не столько заявить о единстве всему миру, сколько публично закрепить те неформальные договоренности, которые были достигнуты между странами по Северной Корее. Но противоречия проявились прямо на этом же заседании. И стало понятно, о чем Хейли до последней минуты просила китайцев. Да, и Россия, и Китай осудили Ким Чен Ина, но одновременно дуэтом высказались против новых санкций со стороны Америки. Китай призывает государство остановить практику персональных санкций против лиц и компаний в других странах. Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции сверх те, которые принимаются самим Советом. По сути, Пекин и Москва пытаются блокировать новую американскую стратегию, которую избрал сейчас Вашингтон. Ее не озвучили публично, но, по всей видимости, штаты решили точечно бить по тем, кто торгует с КНДР, вводя персональные санкции и лишая Пхеньян валютных заработков. Это и натолкнулось на яростное сопротивление Пекина и Москвы, и обе стороны решили внутренний конфликт вынести на публику. Поэтому в кулуарах ООН журналисты зря ждали официальных заявлений по итогам Совбеза. Трибуна так и осталась пустой. Пробегающие мимо участники заседания отделывались лишь короткими репликами. А Хейли и вовсе не вышла к прессе. И еще одна информация, которая из тайной стала явной, предложение разведки по Северной Корее. Авторитетный журнал National Interest сегодня опубликовал сенсацию. Якобы существует, утвержден, разработан так называемый план 50-15. Он предполагает физическое устранение лидера Северной Кореи. Якобы избавиться от Кима должны в результате совместной операции Соединенных Штатов и Южной Кореи. В противовес этому, используя метод кнута и пряника, глава Пентагона Джим Мэттис публично заявил сегодня утром, Соединенные Штаты еще не исчерпали дипломатические возможности по урегулированию кризиса. А Совбез накануне очень четко дал понять, ООН силовое решение не санкционирует. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Сегодня Северная Корея обнародовала видео запуска той самой ракеты, которая во вторник пролетела над японским островом Хоккайдо. Она преодолела 2700 километров. Это рекорд для КНДР. Всего в нынешнем году Пхеньян произвел как минимум 14 ракетных испытаний. После очередной угрозы ударить по острову Гуам, где расположены американские военные базы, в середине августа Япония развернула систему противоракетной обороны Патриот и пригрозила, что будет сбивать северокорейские ракеты. Но во вторник в Японии сработала только система экстренного оповещения, посеяв панику среди населения. Сирийские беженцы готовятся к переезду в Германию. Уже в следующем году правом на воссоединение семей могут воспользоваться сотни тысяч человек. Чем это чревато для канцлера Ангела Меркель. Подробнее Татьяна Лагунова. Германия готовится к новой миграционной волне. Уже в следующем году в страну могут приехать сотни тысяч человек. Это ближайшие родственники беженцев из Сирии, которые недавно получили в Германии убежище. Два года назад, когда Германия открыла двери для сирийских беженцев, немецкие власти приняли специальную миграционную поправку. Она предусматривала на время заморозить их право на воссоединение семей. Иными словами, разрешить беженцам забирать свои семьи в Германию не раньше, чем через два года. И вот это время прошло. Теперь родственники, получивших убежище мигрантов, могут переехать в Германию. По данным немецких СМИ, в следующем году правом на воссоединение семьи могут воспользоваться 390 тысяч беженцев. В основном из Сирии и Ирака. Забирать смогут только ближайших родственников, супругов, детей и родителей. Немецкие социологи уже провели опросы и выяснили, почти 60% немцев скептически относятся к такому воссоединению семей. Сторонники, напротив, считают, это будет способствовать интеграции мигрантов и стимулирует их реализоваться в Германии. Миграционный кризис – это, пожалуй, самый серьезный тест для Ангела Меркеля, не только политический. Сегодня представители Федеральной прокуратуры Германии сообщили, за последние два года более тысячи человек подали жалобы на канцлера. С просьбой проверить, нет ли в миграционной политике Ангела Меркель признаков государственной измены. Впрочем, все иски были отклонены. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Осенью украинцев может ожидать очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозам экспертов, подорожать может вода и отопление. Напомню, за последние три года в четыре раза уже вырос в цене газ. Тарифы на электроэнергию увеличились в три раза. В разы подорожала горячая и холодная вода. Очередное повышение уже с первого сентября планируют на свое усмотрение провести многие местные советы. Напомню, против роста коммуналки активно выступают профсоюзы. По всей стране уже неоднократно проходили акции с требованием снизить тарифы и увеличить зарплаты и пенсии. Акция под названием «Холодный душ» прошла в Глухове, где с первого числа вода подорожает на 25%. Ее провели представители Федерации независимых профсоюзов Украины. Активисты считают, что новые тарифы неоправданно завышены и обвиняют в этом мэра города. Мэр Терещенко еще несколько месяцев назад хвастался, что в Глухове удалось провести эксперимент и снизить стоимость воды. Но этот эксперимент закончился плачевно для горожан. Долговой ямой местного водоканала и резким повышением стоимости воды. Во многих городах растут коммунальные тарифы, а качество представляемых коммунальных услуг не меняется. Возможно, после «Холодного душа» профсоюзного наступления чиновники перестанут сдирать с людей деньги за собственные ошибки. Ранее подобную акцию профсоюза провели в Чернигове, где «Холодный душ» устроили чиновникам управления жилищно-коммунального хозяйства. Главная цель, по словам организаторов, противостоять коррупции среди чиновников и заставить их работать в интересах людей. Акции обещают провести и в других городах Украины. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Воровать не перестали, а вот говорить об этом стали намного меньше. Янтарное затишье в прессе вовсе не означает, что проблема решается. Журналисты подробностей проехались по лесам Ривненской области и выяснили, что старатели не просто продолжают работать, они вкладывают деньги в новое оборудование и расширяют территорию добычи. Инна Белецкая подробнее о янтарной жизни. В высоких сапогах, на мотоциклах и машинах они как на завод едут работать. Никаких дозорных, никаких блокпостов. Ощущение, что янтарный промысел в Владимирецком районе узаконили. Совсем молодые ребята из села Мульчица намывают ископаемую смолу. Их не смущает ни наша видеокамера, ни люди в камуфляже. Здесь привыкли перекрывать дороги целыми селами и защищать мотопомпы. Поэтому никто не убегает. Шевелиться начинает только после строгого предупреждения. Пять минут и у вас не мат. Вот так от участка к участку полицейские останавливают добычу. Чтобы изъять помпы, нужно несколько десятков человек с оружием и готовность идти на риск. Например, потерять служебные автомобили. Старатели громят их безо всякого страха. Силу бойцы оперштаба не применяют, чтобы не обострять конфликты. А полицейские в райотделах не спешат расследовать подобные инциденты. В результате работа кипит. Вот еще одна бригада неспешно собирается и уходит, даже не забрав добытый янтарь. Догоняем, отдаем. Мы же не мародеры, чтобы забирать. Тримай. Спасибо. В лесу встречаем лесничего. На днях на территории заповедника обнаружили новый канал. Его вырыли местные, чтобы обеспечить водой клондайки. Вот это догнали на выходные тоже экскаватора и выкупали теплованку. Это в заповеднику? Да, это уже выкупали в заповеднике. Это уже в перемой тоже. За выходные вот это, чтобы были. Просим показать, какой ущерб нанесли заповеднику с белым озером, редкими растениями и животными. Лесничий рассказывает в этом году старатели, как с цепи сорвались. Уже что заехать, вот за роглянуть, просто что делается, то уже этих типовых и уникальных природных комплексов для полиция уже нет. 8 гектаров площадь пошкодено в этом году. Например, в том году было пошкодено лишь 2-2 гектара. Поваленные деревья, широкие, будто промышленные каналы, десятки километров пожарных рукавов, стационарно установленные помпы. Это территория возле заповедного Белого озера. После того, как в Владимирском районе появилась наша съемочная группа, глава областной администрации Алексей Муляренко на своей странице в фейсбуке написал, мол, осмотрел заповедник и даже выложил видео, на котором места добычи и собственноручно написал заявление в полицию. Вот только кто завез его на отдаленные клондайки и почему он не вызвал полицию туда? Загадка. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривненская область. А в Киевской области свой клондайк, песчаный. Прибыль от нелегальных точек на мыво песка достигает сотен миллионов гривен в месяц и ни копейки в бюджет. Подробнее Александр Васильченко. Район метро Выдубичи, промзона. Здесь активисты уже неделю круглосуточно блокируют выезд с базы. По их версии на территории находится более миллиона тонн нелегально намытого из Днепра песка. Этой ночью прорвать оборону общественников пытались несколько десятков человек. Активисты вызвали полицейских, однако утверждают, правоохранители не пытались разобраться в ситуации. У одного из присутствующих нашли травматический пистолет, но никого так и не задержали. Вас вызвали по той простой причине, что ребятам, активистам, которые находились здесь, им угрожали. А кто-то оттуда, с той стороны, физическая расправа и оружие. Это не первая подобная ситуация, утверждают активисты. Мол, у них есть доказательства коррумпированности силовиков, которые якобы крышуют нелегальную добычу песка. Но в полиции Голосеевского района столицы свою причастность отрицают. Я вам со всей ответственностью заявляю при всех видеокамерах, если вы хотя бы где-то, не знаю, будет информация, что я каким-то образом пересекаюсь с этим песком, я даю слово, я вам напишу рапорт и вообще уйду с полиции. К этому отношению я не имею никакого. Точно так же не имеет официального отношения к добыче песка компания, осуществляющая незаконный намыв. По факту у предприятия есть лицензия на другой вид работ в русле Днепра. Они заключили договор на расчистку Каневского водохранилища. И они должны утилизировать весь мусор, который намыт с дна этого водохранилища. Но по факту, когда мы активисты, и мы зашли на территорию, и так же при подъезде со стороны реки, мы увидели, что это чистый песок. Мостбуд, акционерное общество, находится в стадии ликвидации. Они создали для, видимо, для преступной деятельности акционерное общество, которое арендует земснаряды и делает намыв песка. В районной прокуратуре по заявлению активистов открыли уголовное дело. Направили ходатайство об аресте спецтехники и намытого песка в суд. А вот коррупции пока не видят. Если будут какие-то видимости нам с добытой, с любого джерела, то замовлено будет надана оценка, в том числе, возможно, расследование криминальное повреждение. Активисты почитали, нелегально песок выгодно добывать в самом Киеве. Это миллионы гривен в обход госбюджета и за транспортировку платить не надо. Речь идет о сотнях тысяч тонн песка ежемесячно. Это десятки миллионов гривен только у одного какого-то добытчика. А если суммировать всех нелегалов Киева, то это сотни миллионов гривен в месяц. Этих срез наверняка достаточно, чтобы раздать взятки всем тем, кто должен не замечать этой проблемы. Но, как показывает практика последних лет, браконьеры действуют безнаказанно. Пять лет назад для строительства этого жилого комплекса незаконно намыли более 4,5 миллионов тонн песка. Земснаряды стояли здесь, возле Южного моста. После их работы осталось несколько подводных ям. Они продолжают вызывать сдвиг грунта, из-за чего рушатся опоры моста. На сегодняшний день в столице и области более 60 нелегальных точек намыва песка. Экологи бьют тревогу. Результат их работы ведет к катастрофе. Если земснаряд вырыл котлован, природа старается затянуть его. Но эта ямка, она начинает мигрировать. И неизвестно, где она себя проявит. К примеру, в Киеве остров Большой уменьшился уже на четверть. Александр Васильченко, Иван Ермаков. Подробности, телеканал Интер. Ураган Харви на юге США привел к катастрофическим последствиям. Десятки людей погибли, тысячи лишили жилья. Техас охвачен масштабными наводнениями. А Харви тем временем движется в сторону соседних штатов. О ситуации на данный момент подробнее мои коллеги. Вода прибывала очень быстро. Люди фактически оказались в смертельных ловушках. Некоторые дома затопило до второго этажа. Жертвами урагана Харви, который свирепствует в штате Техас уже шестые сутки, стали по меньшей мере 30 человек. Более 40 пропали без вести. На их поиски отправили несколько тысяч военных спасателей и добровольцев. В зону стихийного бедствия прибыл президент Дональд Трамп. Его самолет приземлился в аэропорту города Корпус Кристи. Этот прибрежный городок с десятитысячным населением первым принял на себя удар стихии. Это произошло в Техасе, но Техас сможет справиться с чем угодно. Сейчас вся страна, весь мир внимательно наблюдает за нашей работой. Это просто невероятно то, что вы сделали, чтобы победить этого монстра, известного как Харви. Ураган парализовал Хьюстон. Там разрушены сотни домов. Дороги превратились в полноводные реки. Более 300 тысяч человек остались без электричества. Все приюты переполнены. Конгресс-центр имени Джорджа Брауни, который превратили во временное убежище, может принять только 5000 человек. Однако уже сейчас там разместили около 9 тысяч. Люди хотят узнать о судьбе своих близких, но власти не могут дать ответ. Тем более сейчас появилась другая проблема – мародерство. Мэр Хьюстона даже ввел комендантский час. Говорю совершенно откровенно, никто не должен находиться вне дома с 10 вечера до 5 утра. Слишком много людей, слишком много жителей нашего города в приютах. И я не хочу, чтобы они переживали, что кто-то ворвался в их дом или ограбил их в трудную минуту. Сейчас тропический ураган обрушился на Луизиану. По прогнозам метеорологов, позднее стихия двинется на север в сторону штата Варканзас, Миссури и Теннесси. Анна Ильины, Наталья Шумакова. Подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин